Привет, друзья! Это новый выпуск шоу Book Life. Меня зовут Екатерина Бахтова, и мы начинаем. Раб Лампы. В московском доме книги состоялась презентация книги известного телеведущего, ведущего программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале, Дмитрия Диброва. В рабах Лампы журналист написал о сокровенных тайнах голубого экрана. Книга рассказывает об Останкинской телебашне, в которой Дибров проработал почти 30 лет своей жизни. Вот вам небольшой спойлер. Останкинс обсуждает эфир даже в реанимации. Дмитрий Александрович, по вашему мнению, какими качествами должен обладать востребованный телеведущий? Это так же редко, как и, например, «Говорящее бревно». Главный герой эпопеи Красного графа Толстого – это вовсе не умница Карла, который вытащил Буратино, а это пьяница Джузеппе, который нашел «Говорящее бревно». Вот что редкость. Если бревно говорит, значит, оно и мыслит. Вот настоящий телеведущий – это такая же редкость, как «Говорящее бревно». Им можно только родиться. Им стать нельзя. Вы добились высоких целей. Довольны ли вы собой? После того, как я сделал книгу, я ее написал, да, главное, не в стол положил, а она в московском доме книги на Арбате. Да, я доволен. А планируете ли написать еще одну? Каверин говорит, чтобы сказать, что это писатель, покажите мне вторую его книгу, ибо на первую жизненного опыта мало-помалу набирает любой. Да, я планирую вторую книгу. Расскажете о чем? Да нет, лучше же написать ее сначала. А в любой деятельности есть переломные моменты. Были ли у вас такие, как вы с этим справлялись? Были, конечно, такие переломные моменты, но об этом я лучше умолчу. А в чем заключается все же магия телевидения? Почему молодежь горит глазами и мчится именно на телек, а не в интернет? Потому что человеку свойственна аврамическая идея. Ну вот из пяти мировых конфессий, четыре аврамических, одна нет. В частности, буддизм. Буддой может стать любой человек, если он просветится. Ну, а это что это за божество? Это он еще и... Я что ли буду, и буду? Помните старинный анекдот? Однажды на главной площади деревни кто-то принес попугая. Мужики стали в него тыкать цигарками, там вот этими... Вилами. Ну, необычная же птица. Ну, он это сидел, сидел, терпел, потому что... Пошли, козлы! Мужики, ой, дядька, извиняйте, мы думали, мы птицы. Удивительно, но человеку свойственно искать кого-то, кто сильнее, важнее, чем он. Кто будет им понукать? Это какой-то ненастоящий, скажут. Они любому махатме, кто возьмется, например, пропагандировать Сатью Граху. Так называются учения махатмы, говорят, что это такое? Нет, помните, как у Некрасова? А генералов надо бы, спросил их, кубчик выжигая, генералов дай. Но только ты по совести, чтобы были настоящие. Грудь с гору, глаз на выкате, и чтобы ордена. Вот это и есть Останкинская башня. Интернет никогда не заменит ее, потому что интернет это ты. Посмотри на историю в своем браузере. Где ты был за эту неделю? Вот это ты и есть. Что ты часто был на таком сайте, где биография Чехова изложена? Ты был там, где биография Бузова изложена, и Вики Бонни. Вот там ты был. А сидишь, говоришь о своих высоких, понимаешь, вибрациях и намерениях. Вот ты куда ходил-то, вот ты кто? Ну и что же, это интернет. Ему же не хочется, к сожалению, автоприговор себе выносить. Вот это нет. А вот телевидение это другое, это великий. Во-первых, это же можно и покритиковать кого хочешь, они же не ответят. Потом, ну ясно же, что это нечто, ну как, ну что управляет его жизнью, что ли. Ведь вот откуда слово абрамическое? Пока куст не запылал, Авраам не поверил, что с ним, говорит, Бог, какие бы умные вещи из куста не неслись. Нет, ты мне дай то, что я не могу. Когда Ирод просит Спасителя пройтись по бассейну, он не так еродствует, как нам может показаться. Он знает, что должен прийти Мессия. Он это читал. Он ему, может, это Мессия. Но только ты ж тогда чудов дай. Ты ж покажи что-то, чем я не могу управлять. Часто говорят, что ты ходил по водам Галилейского моря. Ну так пройди вот мне, здесь я тебя освобожу. Не пройдешь, ну все. А это вообще-то Спаситель. А нет, он же не прошел. Вот Останкин, это чудо, это хождение по водам. Это нечто, что нельзя остановить. Этим нельзя управлять. А интернетом можно. А на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Екатерина Бахтова и Анастасия Власова. Не прощаюсь. Скоро увидимся.